Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня хотел рассказать вам чуть-чуть о системе очистки воды. Пригласили нас в довольно большой дом, здесь вот такая серьезная котельня с двумя котлами, бойлером косвенного нагрева, колбой, стандартный в общем-то набор, ну и все. Вода жесткая, по анализу почти 11 градусов, это выше нормы, даже по нашим весьма вольным санпинам предельно допустимая концентрация по жесткости это 7 градусов, здесь явное превышение. Из-за этого в общем-то зарастают краны, вот например вот этот кран, было даже страшно поворачивать. Я его снимал вот эту пластиковую часть, поворачивал обычным гаечным ключом и там был явственно слышен такой шорох, как будто шарик очень хорошо так подзарос какими-то вот отложениями и он в своем гнезде поворачивается довольно сложно. Вот этот вот трехгодовый клапан вообще не поворачивается. Вообще на самом деле это странно, если систему не добавляют свежую воду, то должно бы быть все в порядке, возможно просто много лет уже он работает, как оказалось такого уже даже не производит, только можно аналог приобрести. Вот, ну и в общем-то попросили умягчить, сделать что-нибудь, что мы и сделали. Вот, система очистки среднего такого размера на баллоне 1054, с клапаном управления клэк американским и бак для соли. Вот и все. Как мы его врезали? Вот здесь было просто так, то есть вода из колбы поступала в раздаточный коллектор и уходила там уже на бойлер, на дом еще куда-то. Мы сюда врезались, это пошло у нас на систему, это от системы и байпасный клапан, байпасный кран, если нужно, собственно, когда будет работать система, он будет закрыт, а если систему нужно обслужить, то мы закрываем вот эти вот краны и открываем байпас. Сейчас как раз байпас работает, потому что я систему только запускаю, мне надо, чтобы вода на нее поступала, но чтобы она с нее пока не шла в дом. Здесь еще даже соль я пока не засыпал, темновато. проверял заполнение системы водой. Значит, в баллоне содержится почти 50 литров ионообменной смолы, ну и бюджет вот этой всей установки в районе 70 тысяч получается по оборудованию и, в общем-то, мы вот эту обвязку краны, трубы даем в подарок, потому что понимаем, что это достаточно серьезная сумма. Какие альтернативы могут быть? Можно клапан поставить не американский, а китайский. Ну, серьезное будет снижение цены, я думаю, там тысяч на 10 точно дешевле. Сама работа, в общем-то, это какой-то процент от стоимости системы. Я уже не помню, ну, по-моему, что-то в районе там тысяч 15 стоил монтаж. Врезка, засыпка, запуск и прочее, прочее, прочее. Что теперь можно ожидать с такой системой? Она сможет нам умягчить. Вот четыре с половиной тонны воды будет отсчитывать по расходу, когда чистой воды останется там практически по нулям. Система самостоятельно уйдет ночью на регенерацию, засосет вот из этого бака какое-то количество соляного раствора и на следующий день будет, как новенькая, готова снова отсчитать четыре с половиной тонны воды. Монтаж, в общем-то, спокойно делается за день. Если каких-то экстремальных сложностей именно с подключением не возникает, то все остальное, в общем-то, делается быстро не сложно и обычно никакой грязи, никаких строительного мусора, никакого при монтаже системы не появляется. Если я надо врезать уже существующую систему, скорее всего, это будет несложно. Вот сейчас буду ее настраивать, проверять во всех режимах, прогонять. Если нужны консультации или такая вот система понравилась, обращайтесь. А пока всего доброго!